привет ребят да хочу вам напомнить что сегодня ночью мы вылетаем в москву и завтра у нас стартует завтра у нас стартует ретрит кто еще не присоединился то ждем вас у вас еще есть время но я могу сказать вам сразу же не знаю на том эфире было слышно видно непонятно что этот ретрит и сочинский это последние ретриты по такой стоимости больше мы не влезаем мы и на этих ретритах если честно то мы практически по нулям будем их отводить но так как уже озвучили мы их все равно не мне не смогли поставить выше цены поэтому вот как то так будем ты чуешь твой телефон наушники у ярика спроси мои а тут одно не работает ухо и она сейчас сразу же ко мне подключится вот от естественно в закрытом клубе кто у меня из ребят они как обычно у меня на ретрите присутствуют то есть каждый день сейчас завтрашнего дня у них будет часовой эфир и он будет в записи и в записи тоже верно оставаться вот они могут просмотреть его посмотреть как у нас там будет это все идти но вы знаете ребят я тут подумала и думаю почему я почему у меня в клубе я очень часто не могу дать той информации которую бы мне хотелось и я понимаю что есть в клубе те люди которые с самого начала со мной есть которые присоединились а есть те которые уходят на несколько месяцев потом приходят через какое-то время на месяц потом пять уходят и они знают что они могут прийти через какое-то время посмотреть те эфиры которые их они не смотрели и так они кто-то из экономии кто-то еще из-за чего-то хотя там абонентская оплата совсем небольшая и знаете ребят очень часто я я же не проверяю каждый раз этот клуб и когда я начинаю проверять оплаты то у меня выходит этих оплат что некоторые там месяц уже сидят без оплаты кто-то два месяца сидит без оплаты и у меня такое чувство что это как будто мне нужно что я контролирую что там заплатите мне я так больше не хочу и я хочу чтобы у меня были те люди которые ценят клуб который ценят клуб который ценят ту информацию которую я буду давать только там потому что если вы хотите какие-то эфиры смотреть эксклюзивные то у нас есть на ю тубе где можно оплатить какую-то там подписку и вы тоже точно также по подписке можете смотреть какие-то эксклюзивные эфиры какой-то какой-то блок небольшой но из лаврума из лайврума из закрытого клуба мы либо уберем либо поставим там другую цену прям абсолютно другую вот что и сейчас я буду делать у меня до завтрашнего до завтрашнего вечера ну завтра завтра целый день у меня будет на то чтобы почистить клуб кто не оплачивал и ребят кто не оплатил клуб не успеет за завтрашний день вы уже не оплачиваете потому что я смотрите как работает телеграм если ты из клуба кого-то удаляешь люди попадают автоматически в черный список и если их потом обратно добавлять в клуб то их нужно сначала убрать из черного списка а потом добавлять в клуб а если ты из черного списка его добавляешь несколько раз то на второй раз по моему по моему на второй раз он просит этот контакт внести в мои личные контакты только после этого добавить вот а у меня контактов записной книжки не меньше ста правда то есть у меня совсем маленькое количество людей готова с которыми которые есть вообще в записной книжке в моей и мне это неудобно делать и чтобы была вот эта вот ценность что если вы готовы идти со мной готовы смотреть мою жизнь готовы смотреть какие-то мои размышления потому что вы видели что я сейчас сдала анализы да и наверное клубовцы будут в первую очередь узнавать что это такое это не для того чтобы я вам показала потом какие-то анализы это это все мелко это для другого для более обширного и вы потом это увидите вот поэтому если я кого-то в течение вот сегодня завтра если я удалила вы уже не оплачиваете ребят я вас обратно не внесу то есть кого я удалила из закрытого клуба вы туда не попадаете и чтобы мне не переводить обратно вам эти три копейки пожалуйста не пересылайте деньги если вы если вы опоздаете все если вы если вы видите что у вас уже не отображается лайврум то уже просто не посылайте все этот клуб будет только что можно будет туда зайти один раз может быть я когда-нибудь изменю свое решение может быть я решу что люди должны что-то там все-таки это видеть слышать или еще что-то но сейчас я вижу эту ценность и сейчас я хочу сделать это именно ценно это не чтобы люди как некоторые вот идут и прямо вот понимают что они идут куда они идут как они идут а некоторые просто такая сегодня заплачу там два месяца она не увидит потом вы выпихнет меня там за месяц она не так много эфиров проводит я потом через месяц через два зайду пересмотрю эти эфиры опять можно не платить это не про это поэтому пожалуйста не обижайтесь я всех предупредила я еще сделаю это в закрытом клубе и ролик еще запущу что если вы не успели проплатить я прям сеть сегодня это запишу закрытый клуб до до завтрашнего дня то есть я буду сегодня удалять и завтра то есть если у кого-то будет вообще долг там месяц или два там даже без без вариантов ребят не хочу я хочу по-другому чтобы он был я хочу чтобы это было прям в унисон поэтому это будет сейчас так вот про клуб сказала про про литрит сказала про марафон ребята добавляйтесь на марафон анализы в том числе я сдавала и для марафона про нафит да чтобы было понимание какие анализы где какие соединения белковых тканей эритроциты эликоциты то есть я там сдавала такой список там чтобы понимать что как вообще вращается что за что где где какие перевесы куда идти чтобы это было понятно как работать с мышечной ткани на основании вашего вашей картины ваших ваших внутренних органов поэтому чем быстрее наберется про нафит тем быстрее вы узнаете ту информацию которой которой нет я смотрела ее правда нигде нет это как бы я себя не преувеличиваю так оно и есть но на новый год на новый год кто хочет новый год встретить по-иному то тоже мы вас ждем мы уже определились с местом мы уже знаем какие там будут у нас программы и естественно там спиртное не обсуждаются вообще туда можно приезжать с детьми туда можно приезжать с мужьями с женами это только приветствуется потому что я тоже буду с детьми и ребята кто и куда с детьми они тоже поедут с детьми вот это будет прям переход в новый в новый виток и мы для этого сделаем все чтобы вы ощутили новый год по-иному естественно там будет меню там будет еда потому что с нами едут дети вот но где-то половина людей они будут и вне еды то есть они словят максимальный кайф поэтому я вас приглашаю вот а я хотела бы знаете о чем с вами начать сегодня поговорить у меня в течение очень короткого промежутка времени произошли некоторые события со мной которые в очередной раз мне показали вот это вот все бессмысленность которую люди себе придумывают большинство людей почему-то живет так как будто у вас есть завтра вы себе позволяете не жить вы себе позволяете какие-то моменты которые можно отложить на туда чего еще нет и может быть никогда не наступит ведь очень часто мы начинаем ценить какие-то моменты которые которые у нас приходят в экстренном в экстренном состоянии в экстренном понимании и когда мне задают вопрос что это можно перейти там направо можно перейти там туда-то или можно просветлиться и это только когда у вас наступают какие-то критики это может сделать люди у которых наступает какая-то критическая критическая грани их жизни когда они становятся на грани между жизнью и смертью только тогда да нет ребят не только тогда просто когда у вас моменты как что вы понимаете что завтра для вас может больше не наступить вы начинаете все пересматривать вот абсолютно все вы можете залезть в корзину в элберис или озона посмотреть что вы туда отложили вы можете подумать о том что а что вот я еще там вот придумал себе вот это вот это а это все такое бессмысленное вот вот настолько оно никчемное и когда у тебя есть понимание того что для тебя нет завтра для тебя есть только сейчас и сегодня и в лучшем случае для тебя будет каждый час как на вес золота что ты будешь делать в эти моменты в эти моменты ты начнешь разрешать своему ребенку где-то не ходить в школу в садик в технику больше начинать обнимать близких ты начнешь делать то что не успел сделать тогда не то что ты не успеешь сделать завтра а то что ты не успел сделать вчера и позавчера и каждый день каждая вчера ты понимаешь что она у тебя прошло бессмысленно каждая вчера у тебя прошло в предвкушении завтра каждая вчера ты начинаешь корректировать под завтрашний день а что я буду делать завтра а что я буду есть завтра а что я буду еще что то делать и когда у тебя наступают моменты что твоего завтра не существует когда ты радуешься каждой минуте каждому часу что ты еще живешь что ты еще рядом со своими близкими что ты можешь еще кому то этот час дать от своего тепла ведь когда ты понимаешь что у тебя нет завтра в этот момент ты никогда не хочешь получить от кого то любовь ты никогда в этот момент не хочешь получить от кого то нежность в этот момент ты начинаешь ходить и обнимать своих близких не прося у них взамен того же объятия в этот момент ты начинаешь позволять им из состояние изобилия изобилия которое у тебя скопилось и не из расходного потому что ты его копил всегда на завтра и ты все это начинаешь делать не чтобы от них что то получить а чтобы уйти абсолютно чистым отсюда чтобы уйти тем какой ты есть истинной любовью ведь очень многие начинают ходить в церковь ходить еще куда то ведь чтобы попросить еще какой то жизни и когда вы начинаете думать а для чего я прошу еще несколько лет жизни потому что вы понимаете что вы недодали что ваше вчера оно всегда было в дефицитарности вы боялись кому то что то раздать кому то передать перелюбить переобнимать остаться ни с чем но остаться ни с чем вы не можете ведь у вас и так ничего нет у вас ничего нет кроме любви которая не разданная она вас будет только тяготить в тот момент когда вы уходите ведь вы должны уйти абсолютно кристальными отсюда чтобы пойти в новое воплощение они должны быть кристальными и когда на грани жизни и смерти вы понимаете что вы полны любви что не видно вашей кристаллизации потому что она наполнена другим светом который вы все время экономили вам становится вам становится от этого плохо и вы начинаете искать любой момент чтобы это додать хоть кому чтобы перед кем то извиниться чтобы не чтобы они вас простили а чтобы вы поняли что вы это хотели другого чтобы познали вас вы начинаете это время тратить только на то чтобы познали истинного вас любящего нежного и доброго и только через эту любовь через это познание через эти слезы которые начинают душить от безысходности что вы столько всего не доделали только на этом фоне начинает отступать та смерть которая вас душила именно в этих состояниях люди очень часто начинают переосмысливать что с ними случилось и это переосмысление очень часто приводит к новой жизни и они тогда отчитывают до этого события и после до рака до вича до еще чего-то но только после того как они это осознали а если ты до сих пор хочешь от кого-то взять меня кто-то не может вылечить меня кто-то не может еще что-то сделать куда ты продвинулся зачем тебе жить и вот это вот состояние вечного вчера в предвкушении не существующего завтра оно вас разбирает по частям и чтобы уйти от этого нужно нужно всего лишь сегодня отдавать кусочек себя каждый миг каждое мгновение не прося что-то взамен просто отдавать и через отдавание только можешь найти себя когда когда говорят а кто я как мне найти себя дайте какую-то инструкцию но как ты можешь найти себя если если ты даже не знаешь а кто берет кто отдает кому надо найти себя и когда ты начинаешь раздавать когда ты начинаешь оголять свое я когда раз за разом ты начинаешь чувствовать истинную суть самого себя пространство всего что ты есть по-другому не будет и очень здорово что есть каждый из вас как только вы перестаете себя обманывать как только вы перестаете себя жадничать вы становитесь незаменимым для самого себя только после этого вы начинаете обрастать любыми другими вы начинаете обрастать своими зеркалами и только тогда когда люди начинают к вам тянуться потому что пока вас нет к чему тянуться что вы можете дать если вы не умеете отдавать но как только вы себя находите как только начинают к вам тянуться люди тогда вы можете с огромным удовольствием начать раздавать себя только после этого до этого никто может только ничто раздать добрый вечер дачного полета и ретрита спасибо нам достанется кусочек ретрита о чем марафон пранофит пранофит марафон о мышцах о сухожилиях какая мышца за что отвечает не в плане даже физики например трапеция за что отвечает каждый пучок это как раз принятие информационного потока родового насколько вы готовы принять свой род информацию и знания своего рода какие нужно сделать упражнения чтобы укрепить эти три пучка в домашних условиях естественно я буду показывать я могу конечно и в зале показать но в домашних условиях просто домашние условия есть у всех поэтому конечно же в домашних условиях да чтобы вы понимали какие сделать упражнения чтобы наполнить свой свой аватар максимальными знаниями те которые даны вам которые есть уже в вас чтобы их раскрыть откладывание личин как говорит клоун а клюнул жареный петух да очень глубоко так жить исходя из конечности или исходя из вечности так жить исходя из конечности или исходя из вечности исходя из любви нет конечности нет вечности это придумали люди для определения того что можно получить то есть конечность почему придумали конечность Потому что для них была важность, а где начало? Но ведь если ты находишь начало, то значит есть и конец. А если есть вечность, то ты ничего не ищешь. Ты начинаешь замирать в позе эмбриона. Такой, ну всё же вечно. Зачем мне тогда что-то? А зачем тогда ты вечности? Какую роль ты будешь играть в этой вечности? Понимаю, как далеко у меня до глубины твоих чувств. Почему я не понимаю, как себя я могу раздать? Ну вот ладно, сына обнять, мужчину свою. А ещё что? Ну хоть что? Ведь столько всего. Ну вот смотрите, мы летели из Москвы. И стояли с Галиной около, ждали, пока через этот аппарат и пикульку пройдут наши рюкзаки. И пока через пикульку шли рюкзаки, там где-то задержка, где-то они смотрели, там четыре рюкзаки. И там вот эти вот речки, да, между речками там кто-то бахилы кинул, кто-то там от этих, от упаковка от влажных салфеток, кто-то ещё. И вот она стояла, пока ждала, она стояла, прибиралась там. Я говорю, ты прибираешься, она говорит, ну а что просто так стоять? И если мы будем все вот так вот по чуть-чуть делать какие-то простые мелочи, вот из этого и складывается всё остальное. Не надо сразу же строить какие-то, я не знаю, там пансионаты для малоимущих, что-то вот такое вот глобальное. Я не знаю, там зонт 32 метра, чтобы все могли там под этим зонтом спокойно сидеть и не обгореть. Нет, не про эти вещи, а про самые банальные. То есть вот здесь вот в Сочи очень мало мусорок, прям очень мало. В Екатеринбурге, и они на каждом шагу, и это очень удобно. А здесь, и вот я, бывает, иду и начинаю поднимать вот бутылки какие-то, ещё что-то, и иду до этой мусорки. Иногда, бывает, я иду уже с полными руками, на меня люди смотрят, как на ненормальную. У меня доходило, я уже не раз рассказывала до того, что у меня дети, когда шли со школы, это мы ещё не в Сочи жили, они собирали пустые бутылки, там вообще с мусоркой было проблем. Там одна мусорка от школы до нас была, и то она постоянно была переполнена. Вот, и они всё время шли полные, полные, у них вот, они вот так вот с охапкой бутылок, банок, каких-то пакетов приходили домой. И мне как-то соседка сказала такая, говорит, что у тебя, денег нет, дети вечно бутылки с мусорки собирают. Я говорю, так они не с мусорки собирают. Я говорю, они пока идут, собирают, потому что мусорок нет. И мы дома выбрасываем их. Ей стало так неудобно, она поняла, что сморозила глупость. И мы всё время так начинаем кого-то оценивать, непонятно почему, по каким критериям. Я не знаю, там, например, там, что-то животным помочь как-то, помочь, ну, какие-то самые обычные, самые банальные вещи. Если, например, ты видишь там, не знаю, там, я не знаю, где вы живёте, но мы, например, там, с ребятами выезжали в близлежащие деревни, да, селения, и, например, там покрасить остановку, потому что они, ну, они страшные, обоссанные все, такое ощущение, что на них только приходили вечером нужду свою справить. Конечно, там поменяли какие-то палки, сделали, покрасили эту, вот мы сколько, мы три, три или четыре остановки покрасили, покрасили, раскрасили, прям какие-то рисунки сделали, и смотрим, на них уже начали люди собираться, начали уже аккуратно, кто-то там принёс уже мусорку поставил, кто-то ещё что-то. То есть люди начинают продолжать. Начните с чего-то, неважно с чего. Убрать какие-то бутылки, что-то покрасить, что-то докрасить. У меня был момент в жизни моей, то есть я считаю, что ты должен быть лучшим в любом, в любой профессии, в любом своём действии. Ты всегда должен быть лучшей для себя, не в сравнении с кем-то, а для себя. И у меня в жизни разные ситуации были. Аж запершила в горле. И у меня было такое, я люблю цветы. Любые. Но я либо всё время в разъездах, либо ещё что-то, и у меня цветы, которые в горшочках, я их покупаю, но они всё время вянут. Не могу никак. И у меня был период в жизни, когда мне пришлось мыть полы. Я думаю, ну как бы мою полы, думаю, ну хорошо, значит буду мыть полы лучше всех. И я мыла полы, и думаю, блин, а там такие подоконники большие. Я думаю, посажу я цветы, а у меня не было денег горшки купить. Я пластиковые эти бутылки, посадила эти разные цветы, поставила цветочки. И кто-то другой раз купил уже горшочки, эти пластиковые в горшочки уже поставил. Там кто-то уже какие-то мулинешки начал делать, какие-то кашпо уже придумывать. И из обычного грязного подъезда этот подъезд превратился просто, вот приходишь и очень красиво. У меня был один дом, я его мыла под подъезды какое-то время. И эти подъезды мне потом жильцы говорили, блин, как приятно, ты такая молодая. Но дело же не в этом. Дело в том, как ты делаешь свою работу. Когда я работала воспитателем, то есть я пошла воспитателем работать, потому что у нас тоже была такая жизненная ситуация с мужем. У нас не было финансов. У меня старшему сыну на тот момент было около года. Думаю, ну куда я? Такой возраст, что куда идти на новую работу? А я до этого работала в общепите. И я пошла, так как у меня образование позволяет, я пошла работать воспитателем. И мне как раз так, как у меня еще психологическое образование, мне дали группу с тяжелыми детьми. Туда никто на эту группу не хотел идти. Они были с отклонениями, некоторые с отклонениями, с психическими, с физическими. Ну, в общем, такие дети. Ну, так как я тоже такая же бабушечка, поэтому мы с ними вообще сошлись. То есть я стала таким воспитателем для этих детей, мы с ними раскрасили веранду. Потом нас попросил директор раскрасить все остальные веранды. Но я не успела, я уже ушла на другую работу. И у меня, когда я уходила, у меня родители плакали. Они просили остаться, они говорят, мы вам потихоньку будем доплачивать столько, сколько вы скажете, чтобы вы вообще тут остались. То есть, понимаете, вы какую бы вы работу ни делали, вы просто там должны кайфовать и дарить себя в любой работе. Дворник, полы мыть, водитель, повар, да хоть кто. Но вот если вы будете в этой работе кайфовать от самого себя, от всего процесса, лучше вас в этой работе никого не будет. Вот это и называется отдавать себя. Это я так вижу. И когда вы начинаете так жить, то у вас и жизнь начинает играть другими красками. Вы начинаете понимать, что вы здесь вот для этого. И вы тогда можете свой любви начать расходовать уже сейчас, не завтра, не вчера, а сейчас. И вам каждый момент вашего прожитого времени будет никогда не будет ни стыдно, ни неудобно, ни что-то ни жать, ни мало, ни тесно, ни колоть. У вас всё время будет состояние благости внутри. Вот сегодня я сделала вот это, и с благодарностью к самому себе. Ты входишь в следующий день. И вот это и есть раздавать себя. Это так, как я вижу. Попробуйте понять, что нужно людям в данный момент, и попробуйте дать им это. А ведь каждый человек это ты и есть. Вот чтобы тебе было приятно. То есть мне приятно, когда мой ребёнок ходит в садик, да, и он играет с воспитателем. Не просто там на него смотрит и начинает что-нибудь там нить-ти-ти-ти-ти-ти. И всё, дурачится. Это же самое прекрасное, через что можно познать мир. Если ты шьёшь какую-то одежду, кайфуй от этого. Кайфуй от того, что ты делаешь. И будет кайфовать тот, кто будет её покупать. Потому что она уже кайфовая. Она сшита кайфом. Не просто иголка и нитка. Она кайфом сшита. Счастье. Это же про другое. Вот, ребят. Буду собираться. Сейчас запишу вам коротенькие видео в чаты по клубу. Ну и, конечно же, будем материал собирать. В который поедем, что там насобираем. Но, если честно, были на пронослёте тоже столько материала. Но вот его даже особо выставлять некогда. И я ребятам сразу же сказала. Я говорю, вот что не можем выставить? Не надо. Значит, это вот как бы... Вот оно должно было произойти только там. И это должны были услышать только те. Поэтому, если что-то мы не выставляем, если что-то нет времени смонтировать, нет ещё что-то, значит, оно так и должно быть. Каждый возьмёт, всегда возьмёт то, на что он уже созрел, на что он уже готов. Спасибо, ребят. Очень приятно. Спасибо. 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 Спасибо.